Я регулярно посещаю, так, на этот вопрос я уже ответила, есть закрытый блог, который ведется один из университетов при поддержке королевской семьи, где они проводят регулярно исследования по разным травам, проводят научные исследования, тестирования и так далее. И мне всегда очень интересно читать эти исследования, да, смотреть, например, в одной статье я узнала, что, оказывается, зеленый чай нельзя пить регулярно и постоянно, нельзя его пить каждый день в течение месяца. Когда я изучала тибетскую медицину, я была уверена, что зеленый чай – это самый полезный, то есть я не пила черный чай принципиально, никакой пакетированный, липтон, ничего такого даже близко не пила. Я старалась пить только зеленый чай, причем качественный зеленый чай, там купленный в специализированном магазине. А потом я узнала, что нельзя, а здесь как-то я интуитивно перешла на фруктовый чай, это вот матум или баэль, да, сача инчи, орешки, он у нас недавно появился, это шкарлупа сача инчи, цветочные чаи, мы в акциях раздаем, чай из османтуса, цветов османтуса, чай из цветков кофе. И вот я сейчас пришла на такие чаи как-то интуитивно. А потом я откнулась на статью, где было написано, что зеленый чай, если пить каждый день в течение месяца, там накапливается какое-то вещество в организме, которое приводит к сбоям. Также я узнала, там все знают, да, женьшень, очень многие знают о его целебных свойствах, но мало кто знает, что если пить женьшень с витамином С, он убирает полностью действие женьшеня, то есть нейтрализует. Если вы пьете женьшень, вам не стоит есть апельсиновый, вам не стоит пить часть лимона и так далее, то есть минимализировать витамин С в своем рационе. Наш тайский менеджер сон, кто за нами следит, я писала пост в инстаграме, и раньше я делала рассылку, где-то так было два назад. Тайский университет разработал, и с помощью которой наша сон похудела за год, не за год, за полгода на 30 килограмм, причем она в первом месте сбросила 10 килограмм, потом меньше, 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 и при этом у нее наладилось здоровье. Она вообще худела для здоровья, потому что у нее начались проблемы со здоровьем. Я молчала, как могла, но видела, что она ест, и я уже как бы ей намекала, но не скажет, да, у Тати все-таки как бы своя специфика, что не надо есть жесткий фастфуд, которым ты питаешься, ну ты как-то ты смотри. Я пыталась как-то к ней подойти, она меня не слушала. Я буду пить таблетки для похудения, да, поэтому я буду жрать все подряд. Там всякие гамбургеры, пиццы, эти вот KFC и прочая гадость. Она поехала в этот университет, когда я ее уже совсем прижала, она поехала в этот университет, который как раз делает исследование разработки, и ей выдали диету. Сейчас я вот расскажу, поделюсь с вами диетой, да, по секрету очень там, за которую псом заплатила немало деньги, чтобы ее получить. Она ела, то есть принцип такой, что ты можешь есть овощи и зелень столько, сколько ты хочешь, вообще неограниченно. Нельзя фрукты, ну среди овощей там картофель нельзя, еще там что-то нельзя было, тыква кажется. А так вот приготовлено только без масла. Приготовлено на пару, там можно соль добавлять, можно специи добавлять, но масла нет, сахар нет, фрукты нет. И за день можно съедать кусок мяса, который вот размером с ладонь. Что у каждого человека своего размера ладонь, считается, что вот этот размер, это оптимальное мясо, которое вот стоит вам съесть в день. И тоже нежирное мясо, приготовленное на пару или отварное, но не жареное в масле. Она принимала комплекс витамина В, вот этой вот же фирмы, вот есть кальций, а также есть витамин, витамины В. Пила кальций, пила белковый коктейль, на основе соевого протеина у нас, кстати, в ассортименте, ну, какое-то время, сейчас кажется, он недоступен. А, да, вот кальций, витаминные группы В, соевый протеин и клетчатка. Вот клетчатка, она пила 3 раза в день клетчатка, клетчатка у нас есть в ассортименте, по 300 рублей, такая дешевенькая. И вот на этой диете, и плюс потом она отключила физическое упражнение, там просто какую-то аэробику. И вот на этой диете она смогла сбросить 30 килограмм за полгода и полностью восстановить здоровье. То есть, если до этого у нее были проблемы с легким, там у нее жидкость легких собиралась, там еще что-то было. После диеты у нее все прошло, прям. И сейчас она до сих пор держит форму, то есть, уже прошло несколько лет, она до сих пор держит тот вес, кажется, на 5 килограмм она все поправилась, то есть, она откатилась обратно на 5 килограмм, но сейчас она их опять сбросила. И опять она такая страняшечка, ну, не идеально, конечно, стройная, но посреди с тем, что было, она уже была под сотню с моим ростом, то есть, метр пятьдесят семь, и при этом она весила под сотню. Сейчас она 68, она сейчас весит, да. То есть, как бы разница, разница ощутимая. Кстати, вот про питание тоже очень-очень интересный такой момент, что если вы хотите похудеть, если вы хотите похудеть, то надо работать с психологией. То есть, если у вас, вы сорвались диеты и съели там какую-то вкусняшку, и у вас включилось чувство вины, чувство вины съедите гораздо больше всего.